Как работает маркетинг? Очень просто. Вначале раздуваем сверх необходимого класса велосипедов, а затем под это дело можно и новые названия для их комплектации придумывать, при этом ничего принципиально не меняя, кроме разве что цены. И к примеру, серия GRX от Shimano как раз тот самый случай. Приветствую, всем здоровья. Сегодня у меня в руках задний переключатель от Shimano из специализированной линейки GRX. Но вначале не как обычно, про то, что данный переключатель предоставил на наш обзор подписчиков, а теперь и знакомый, скрывающийся в комментариях под ником Vostag. Так что по всем дальнейшим вопросам касательно этого переключателя, которые возможно у кого-то возникнут после этого видео, обращайтесь непосредственно к нему. Ну что же, все явки и пароли сдал и на этом сводной информации можно закончить. Теперь приходим непосредственно к переключателю. Итак, у меня тут модель RD RX 400 SGS. Расшифровывается это так. RD является аббревиатурой от Rare Derivere, что переводится как задний переключатель. А RX 400 это номер модели в группе. Ну и SGS в свою очередь тоже аббревиатура, но расшифровку Shimano по какой-то причине не скрывает и лишь поясняет, что это Long Cage. То есть таким образом они обозначают самую большую длину вот этой рамки в данной модели. Правда, о существовании вариантов этого переключателя в версиях GS и SS на официальном сайте Shimano ничего не говорится. Ну так что возможно это единственный доступный вариант. Далее, быстренько происпользуемые в переключателе материалы. Их тут не так много, чтобы перечень успел всех утомить. Итак, алюминий. Из него тут выполнены следующие элементы. Верхняя часть париллограмма и его внешнее плечо. Из пластика же здесь изготовлены нижняя часть париллограмма, внутреннее плечо, звезды, барашек и вставки фиксирующие регулировочные болты. И конечно же присутствует сталь. Из ее 5-мм пластины тут изготовлена проставка крепления к раме, а из 2-мм листа отштампованы оба элемента рамки. Ну и все болты, включая упор рамки, оси париллограмма, втулки звезд и пружины также стальные. Теперь про главную фишку у этого переключателя. Разумеется, тут не обошлось без Shadow Plus. Под этим загадочным словосочетанием здесь скрываются две технические особенности. Первое это то, что переключатель в крайнем положении на малой звезде почти не выходит за пределы нижнего прорамы. А второе заключается в наличии подключаемой фрикционной муфты. Суть этой муфты состоит в том, что когда она включена, создается дополнительное сопротивление на рамке переключателя. И давайте я как обычно попробую продемонстрировать, как это выглядит при помощи весов. Вначале замеряем сопротивление рамки с отключенной муфтой, и в данном случае сопротивление создается только пружиной. А теперь при помощи вот этого рычажка подключаем к процессу фрикционную муфту и повторяем замер. После увиденного кто-то может задать вопрос, и чё? Зачем всё это? Отвечаю. Вся польза от подобного усложнения конструкции проявляется при агрессивной езде. Дополнительное сопротивление рамки будет лучше удерживать натяжение цепи, а то, в свою очередь, во-первых, не будет биться о перо рамы, а во-вторых, ощутимо снижается шанс хода цепи с ведущей звезды. Так что преимущества данного решения вполне очевидны. Кстати, сопротивление создаваемой муфтой можно регулировать. Это может понадобиться, во-первых, если по какой-то причине вас не устраивает заводская настройка, и, во-вторых, для возвращения эффективности фрикциона, который неизбежно ослабевает в процессе эксплуатации по причине естественного износа. Итак, для регулировки первым делом необходимо снять вот эту крышку, которая удерживается тремя болтами под шестигранник на 2 мм. После снятия крышки мы получаем доступ к механизму и его регулировке, которая тут осуществляется рожковым ключом на 5,5 мм. Почему именно 5,5 мм? О, чёрт их знает. Этих японцев, любителей обнюхаться бушными трусами, школьниц, порой вообще невозможно понять. Лично я сомневаюсь, что Shimano стали единственным производителем ключей такого размера, поэтому предлагаю сойтись на том, что это просто происки долбанных извращенцев. Ну а далее о прочих регулировках. И начну с регулировочного болта, которым здесь можно выбрать до 4 мм троса. Остальные регулировки тут также из стандартного набора, и все они осуществляются шестигранником на 2 мм. Итак, это два винта, ограничивающих крайнее положение переключателя и один винт, регулирующий натяжение. Далее про звезды в рамке. Они тут выполнены из пластика и вращаются на подшипниках скольжения, что по моему мнению является не самым лучшим вариантом, но тут как говорится на вкус и цвет. Сами же звезды, несмотря на абсолютно одинакую форму зубьев, тем не менее имеют отличия. Во-первых, они отличаются внешне, а во-вторых, нижняя звезда вращается на втулке в прямом контакте с ней. В то время как верхняя звезда имеет в своем теле стальную вставку, которая несомненно увеличивает надежность этого элемента. И, кстати, важное замечание. У нижней звезды в зоне трения основного корпуса и втулки производитель буквально оторвал от сердца малюсенькую капельку смазки. Ну вот на верхнюю звезду он уже такого расточительства позволить себе не смог, поэтому тут все вращается на сухую. И, между прочим, это уже не первый подобный случай с шимановскими переключателями, так что имейте это в виду, когда будете покупать задний переключатель от этого знаменитого производителя. Ну и на этом, собственно, по переключателю это все. Давай теперь буквально пару слов уделю комплектации. И вот перед нами все то, что поставляется вместе с переключателем. Это кусочек 4-мм рубашки для троса длиной 240 мм, на котором уже установлены наконечники. Правда, по какой-то причине наконечники тут разные. Один пластиковый, а второй выполнен из алюминия. А также есть еще один пластиковый брендированный наконечник с 32-мм пыльником, предназначенный для 4-мм рубашки. Вот такой вот комплект поставки. Ну а теперь настало время взвесить все это. Итак, вначале, как обычно, взвесим мелочевку. Начнем с наконечника на рубашку. И он весит. Ничего он не весит. Весы его не видят. Ну и замечательно. Далее кусок рубашки, который весит у нас 9 грамм. Ну и наконец-то самое интересное. GRX RX 400 SGS. И его вес составляет 301 грамм. Ну а теперь, как обычно, предварительный итог. Что тут можно сказать? Если абстрагироваться от того, что я не очень-то приветствую то, что при выборе компонентов неискушенных покупателей буквально вводят в замешательство, всем этим искусственно раздутым разнообразием в ассортименте, где по факту нет никаких принципиальных отличий, то в сухом остатке имеем весьма неплохой компонент, который красиво выполнен, качественно собран и почти наверняка будет хорошо работать. В общем, лично мне переключатель понравился. Ну а больше о нем мы теперь сможем узнать от его владельца, который, я надеюсь, со временем поделиться с нами информацией, основанной на личном опыте и реальной эксплуатации. Но для этого, как вы понимаете, нужно время. Так что подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и активируйте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok